МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Нет мусору. Администрации Канаша дается две недели на уборку города. Опасно для здоровья. В Роспотребнадзоре по Чувашии рассказали о некачественной продукции. Скоро Новый год. В Чебоксарах определили места для продажи елок. Справляются ли власти Канаша с уборкой улиц? Сегодня это выяснял глава республики. Михаил Игнатьев отправился в город с рабочим визитом. Причем куда именно приедет кортеж руководитель региона, местные власти не знали. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Мусорный коллапс в Канаше постепенно преодолевается. Центральные кварталы города стали чище, правда в частном секторе проблем еще хватает. Вот такая картина предстала перед главой региона на улице Ленинградской. Прямо у жилых домов выросла целая свалка. Место из жителей говорят, что мусор отсюда не вывозят давно. Я тут сам замучился с этим мусором жить. Все лето вонь стоит елки. Ну и все лето не было, не убирали. Что тут говорить-то? Вот это одна куча и еще десятки таких куч валяются. Я честно признаюсь, вот такого мусора нет, а ветки есть. Ветки надо тоже убирать. Ветки я сейчас купим мульчер и вывезем мы ветки, будем измельчать его. Сейчас за уборку мусора в Канаше отвечает организация «Чистый город». С этой работой предприниматели справиться не могут. Одна из причин – нехватка машин. Раньше технику им приходилось арендовать у других компаний, и на это были деньги. То сейчас средств банально не хватает. Перед подрядчиками образовались долги, и они перестали давать машины. Коммунальщики винят во всем горожан. Не платят вообще 2 900 долг. Каждый, кто здесь живет, здесь ни один не платит. Есть пару человек на Ленинградской улице платят, бабушки платят, пенсионерки платят. А у кого такие дома, хоромы стоят, никто, ни один, а все сжигают мусор. Мы зарплату тоже не получаем, у нас зарплата с этого идет. То есть не хватает средств? Не хватает средств. 10% частного сектора города Канаш оплачивают. И поэтому, сами понимаете, возможности чистого города, они как бы не такие, скажем так, не безграничные. Мы денег тоже не можем брать. Мы можем брать только с тех людей, которые берут, ну, платят. И вот, и деньги чистого города, они заканчиваются. Мы не говорим, что мы руки опускаем, мы продолжаем работать. За сбор мусора коммунальщики собирают всего по 100 рублей, картина по платежам явно неровная. Кто-то счета за вывоз мусора оплачивает исправно, кто-то нет. И у каждой стороны свои аргументы. Оплачиваем все квитанции, которые к нам присылают за вывоз мусора. Сейчас вот пойдем платить. Сейчас еще нам за свет квитанцию принесут. За свет квитанцию поздно всегда приносят. Вот этот долг у человека. У кого у человека? Ну, у простого гражданина, ворота. Вот сколько он, получается, не платил? Стоит на время, которое существует чистый город. Ну, 100 рублей умножен на эту сумму. Сколько это будет? Сколько чистый город существует, столько и не платят. Платить не хотят. И можно их понять, и вот у нас поймите. И вот не знаю как. Ну, а сами платите? Я плачу, да. Но сейчас вот из-за принципа есть немножко долг. Из-за принципа не плачу. Вот из-за этой свалки. Пока коммунальщики подсчитывали долги, на улицах росли горы мусора. Проблема стала решаться лишь после того, когда ее взял на контроль глава республики. Но работа еще не початый край. У вас здесь контракт. Заключенный есть, юридический документ? Обязательства ваши там предписаны? Да. Так вы выполняете. Можно галстук на несколько дней снять, белую рубашку? Мы тоже выходили, работали. Белую рубашку можно дома оставить. Переодеться, спецодежды. И управляем вместе работниками, как люди на субботники выходили. Вот это показатель. И так далее. А что вы мне пояснили не даете? Я увидел, убедился в том, что ничего не убираете. В другом частом секторе, куда заехал Михаил Игнатьев, очистить мусорные баки успели. Но благостную картину нарушили навозные кучи и старые брошенные машины. Это надо убирать или утилизировать. Они этого не хотят сделать. И портит облик города и облик улицы. Красоту одним словом портит. Руководителю муниципалитета глава республики дал еще две недели, чтобы исправить ситуацию. Если работу над ошибками в администрации города не проведут, то произойдут кадровые перемены. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня же глава Чувашии проинспектировал строительство двух блочиномодульных котельных в Канаше. Монтаж котельных подрядчики завершили. Собираются приступить к пусконаладочным работам. Здесь установили самое современное оборудование, произведенное, кстати, в Смоленской области. Обе котельные будут обслуживать более 100 многоквартирных домов, 3 школы, больницу и центр занятости. Раньше тепло на эти объекты поступало по старой схеме из котельных завода «Промтрактор-вагон». Теперь потребители не зависят от предприятия. Реализация этого проекта, отмечает Михаил Игнатьев, дает возможность развивать инфраструктуру города. Чувашия вошла в тройку лучших субъектов страны по реализации программы капитального ремонта. Первое и второе места занимают Воронежская область и Башкортостан. Рейтинг составил фонд ЖКХ по нескольким показателям. Общее количество домов, количество домов, отремонтированных в текущем году, собираемость взносов, количество жалоб на качество капитального ремонта. В Чувашии в 2014-2015 годах капитально отремонтировали 294 многоквартирных дома. В 2016 году привели в порядок еще 100 домов на сумму 500 миллионов рублей. Стали известны результаты заочного этапа первого всероссийского конкурса «Успешная школа». Педагоги столичной школы номер 12 вошли в двадцатку лауреатов и готовятся к поездке в Москву, где состоится очный тур. В конкурсе участвовали 179 школ России. Необходимо было написать эссе, составить презентацию и пояснительную записку. У коллектива школы свое видение успешной работы, своя философия взаимоотношений учителей и учеников. Мы очень рады, что поучаствовали в этом конкурсе и стали лауреатом данного конкурса. Я рада за наших детей, за нашу школу, за родителей, что хорошие результаты мы дали. Наш коллектив вообще считает, что успешные школы – это успешные ученики, успешные учителя, конечно же, родители, которые готовы к сотрудничеству. Это особый дух школы. И мы считаем, что главная ценность для успешной школы – это ученики, главная опора – это родители и главная движущая сила учителя. И это все у нас есть. Поэтому мы решили, что надо попробовать силы наши. Педагоги школы настроены на победу. По итогам конкурса пять учреждений получат гранты в размере 100 тысяч рублей и специальные призы. Насколько безопасно то, что мы едим и то, что нас окружает в повседневной жизни, о некачественной продукции сегодня, во Всемирный день качества, журналистам рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Тяжелые металлы, нитраты, яды, плесени, канцерогены. На этикетках в составе продуктов питания этих веществ, конечно, нет. Выявлять их приходится Роспотребнадзору. Мы провели более 11 тысяч проб, исследовали более 11 тысяч проб пищевой продукции. В том числе по санитарно-химическим показателям исследовано 1,6 тысяча проб продукции на безопасность по химическим показателям. И среди этих проб только 4 пробы не соответствовали требованиям технических регламентов по безопасности. Это 3, значит, пробы овощей по содержанию нитратов и одна проба соковой продукции по содержанию вещества, называется оксиметилфурфурол. Еще один вид нарушений, когда производители умышленно занижают или наоборот завышают содержание тех или иных веществ, либо подменяют одни другими. Республиканская детская клиническая больница использовала для кормления детей сыры производства ООО «Экопродукты Республики Татарстан», содержащие растительные жиры в количестве 74,6%. В школах Толиковской школе Чебоксарского района, Чемуршинской основной общеобразовательной школе, Вурнарская СОЖ номер 2 и Шлейская СОЖ Чебоксарского района выявили пищевые продукты, которые тоже были с растительными эстеринами. Здесь хочется еще раз обратиться к нашим государственным и муниципальным заказчикам, чтобы они заключали договоры с нашими производителями. Это что касается продуктов питания. За 9 месяцев текущего года ведомство выявило опасные вещества в игрушках, косметике, средствах индивидуальной защиты. Вот интересный случай у нас был. Мы проверяли планово Чебоксарский агрегатный завод. И у них на складе были партии средств индивидуальной защиты, органов дыхания, маски не использованные. Еще производитель, предприниматель гостев из Ивановской области. И при проверке этих средств индивидуальной защиты выявлено, что в лабораторных условиях, что они выделяют формальдегид. Естественное желание после такой информации перейти на натуральное хозяйство. В Роспотребнадзоре дают не такой радикальный совет. Если вы сомневаетесь в качестве товара или выявили нарушение, обращайтесь в ведомство. Может быть штраф в несколько сотен тысяч рублей и другие санкции отобьют у недобросовестных производителей желание обманывать покупателей. Ольга Пырышкина, Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Лихачам на дорогах объявлен бой. Напомним, в июне этого года правительство России ввело запрет на так называемое опасное вождение. За первым шагом последовал второй. Сегодня в Кабинет министров страны одобрил законопроект, согласно которому за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Данная инициатива направлена на рассмотрение Госдуму. Согласно действующим правилам, к опасному вождению относят действия, которые создают угрозу гибели или ранения людей, а также могут причинить материальный ущерб. Уже определено 6 наглядных примеров опасного вождения, такие как несоблюдение бокового интервала, безопасной дистанции, препятствование обгону или резкое торможение. Чтобы сотрудник ГИБДД мог выписать штраф, он должен зафиксировать неоднократное нарушение этих правил водителя. Но это будет возможно после того, как законопроект будет одобрен в Госдуме и подписан президентом. 17 ноября участковые отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в республике несут службу более 300 участковых уполномоченных полиции. 150 из них трудятся в сельских уголках республики. Представляя на территории своего участка органы правопорядка, участковые ежедневно ведут работу по предупреждению правонарушений и преступлений. Не упускают из виду ранее судимых и неблагополучные семьи. Во многом, благодаря профессионализму народных полицейских, за этот год в Чувашии снизился уровень преступности более чем на 11%. Отмечается снижение преступлений в жилищно-бытовой сфере. Своевременная профилактика семейно-бытовых конфликтов позволяет предотвратить более тяжкие последствия. Временно исполняющий обязанности начальника полиции Александр Николаев поздравил стражи порядка с профессиональным праздником. Лучших представителей профессии наградили почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Сразу после торжественного собрания участковые и уполномоченные вновь идут охранять общественный порядок и безопасность. Верховный суд Чувашской республики признал бывшего начальника управления спецстроя России Ирину Пахомову и учредителя одной из московских строительных компаний Рамазана Розакова виновными в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Чувашии, Розаков и Пахомова под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного преследования органами ФСБ директора одного из санаторных комплексов Чувашии получили от него за оказание мнимых услуг 50 миллионов рублей. Также, по данным следствия, Розаков и Пахомова мошенническим способом похитили более 7 миллионов рублей у Чуваша Автодора, умышленно не исполнив договорные обязательства. Кроме того, как установили следствие и суд, фигуранты уголовного дела покушались на хищение около 16 миллионов у организации УПР Дор Волга. Верховный суд Чувашии назначил Розакову и Пахомовой по 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей каждому. Приговор суда вступил в законную силу. Перемены в погоде способны вогнать в хандру даже взрослого человека, не говоря уже о подростках. Дождливая осень, ранний снег не улучшают нашего настроения. О психическом здоровье нового поколения говорили сегодня на научно-практической конференции специалистов. Психологи бьют тревогу. Подростковые самоубийства периодически накрывают волной наше общество. На днях в Пскове произошла трагедия. Из жизни ушли два подростка. Все большую популярность в официальных сетях набирают так называемые группы смерти, где детей наталкивают на самоубийство. По сути, вот эти группы, они очень похожи на секты по разным признакам. Это противопоставление себя другому миру. Это некая сакральная жертва, которая присутствует тоже в каждой, в принципе, секте. Это на что нужно равняться, куда нужно стремиться. Это контроль над временем, потому что вот одна из групп, которую я изучал, там нужно было заходить 48 часов не позднее. То есть за 48 часов, чтобы не включалось критическое сознание, он, если заходил позднее ребенок, его удаляли. Администратор одной из групп арестован. Однако не стоит мести все под одну гребенку, говорят специалисты. Часто причиной суицидальных наклонностей ребенка становится банальное родительское невнимание. Обращайте внимание, прежде всего, на необъяснимые резкие изменения в поведении. Был весел и беззаботен, шутил, вдруг закрывает себя в комнате и не хочет общаться. Скорее всего, это вот именно последствия какого-то события, которое в его жизни произошло. Часто специалисты советуют попытаться наладить контакт, поговорить с ребенком. Можно что-то написать, положить записку. Можно придумать какое-то мероприятие, которое заинтересует ребенка. И там после этого мероприятия возможно с ним поговорить. Переходный возраст едва ли не самый сложный жизненный период. Подростки обеспокоены изменениями, происходящими в их теле. Внутренний конфликт накладывается на конфликт с окружающим миром. Поэтому так важно не оставлять ребенка наедине со своими проблемами. И не стесняться обращаться за помощью к специалистам. Советуют психологи. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Мы продолжаем следить за насыщенной и непредсказуемой жизнью известного чувашского велопутешественника Никиты Васильева. Больше года ему потребовалось на то, чтобы объехать всю Россию, Среднюю Азию. Теперь и Китай остался позади. На очереди новая цель – Вьетнам. Вчера велосипедист пересек границу. Вьетнамские школьники встречают. Границу прошел без проблем и вопросов, пишет Никита в социальных сетях. Сложности Никита не боится. Это видно по его видеодневникам. Почти за два месяца жизни в Китае было немало испытаний. Сложный для восприятия язык, влажный тропический климат, полчища насекомых. На этот раз подвел и самый верный друг в дороге – велосипед. Я понимаю, что в Китае здесь проще купить велосипед, чем его ремонтировать. Сломался – выбросил, купил новый, сломался – выбросил. Вот так вот. Новогодняя сказка становится ближе. Администрация города определила для предпринимателей места, где они смогут продавать елки в канун Нового года. В палатке для продажи живых елок можно будет разместить у большинства торговых центров города. Например, Шупашкар, Чебоксарец, Москва, Олимп, Семь холмов и других. А также в районе нескольких остановок общественного транспорта. Матезалка, Чернышевского, Ахазова, Студгородок, Клиника Северная, Дом ветеранов, ДК «Салют». Сроки продажи с 15 по 31 декабря. Заявки на конкурс на право размещения торговых палаток принимаются с 17 ноября. Также на аукцион выставили лесные насаждения, где предприниматели смогут на законных основаниях заготовить ели и сосны для продажи. Скоро приедет дядя Федор. Точка, срочно бери мои валенки и иди в лес за елкой. 14 слов и доставка. С вас 50 копеек. Для тех, кто как кот, Матроскин решит самовольно заготовить елку в лесу, штраф составит от 2,5 тысяч рублей в зависимости от причиненного ущерба. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевизнического шеи. Редактор субтитров А.Семкин